Это первый камень, скажем, и первая песчинка крушения этого гигантского колоса, который построил Путин. Потому что на лжи можно создать определенное какое-то образование, которое просуществует небольшое количество времени. Очень много у нас было контактов между российскими военнослужащими, в том числе и при выходе из окружения, из Алавайска, когда мы выходили. Об этом уже все знают, что все-таки наши военнослужащие, которые были ранены, контактировали уже после того, как попали в плен, с российскими десантниками. И те считали, что они находятся где-то на полигоне под Таганрогом. И были такие моменты, когда понимали... Как, они были на полигоне, но стреляли в живых людей? Да, они абсолютно четко говорили, что вот сейчас поедут танки, они вас будут убивать, поэтому если вы не будете стрелять, вас убьют. Вот такие ставили задачи их командиры. Конечно же, инстинкт самосохранения на определенном этапе срабатывал, и когда идет огневой контакт, в любом случае мужчина с оружием обязан уничтожать врага. Это война, то есть мы это тоже должны понимать. Но, конечно же, это трагедия, когда гибнут наши парни. Мы-то сражаемся за свою родину, за свою целостность территории, за свою страну. Мы знаем, за что мы гибнем. За что гибнут эти парни? Эти десантники, они посвятили себя красивой профессии военной. Но в данном случае они гибнут, как наемники. Их хоронят, таясь, без воздания воинских почестей. То есть, как бомжей. Но, извините меня, я где-то уже упоминал об этом. То есть, где офицерская гордость тех офицеров, которые своих солдат ведут на убой? Потому что, как бы там ни было, они точно так же несут боевые потери. И их тайно вывозят. Там есть факты. Все равно нельзя. Это до определенного этапа будет скрываться. Но потом скроются те факты, когда их сбрасывают тела в шахты. Все равно же, возможно, эти тела будут идентифицированы. И будут понятно, что это российские военнослужащие, наемники, которые не возвращаются заработанными деньгами с этой территории. То же самое, как их вывозят в Россию и хоронят на каких-то дальних местах кладбища. Где воинская честь офицеров и солдат, которые посвятили себе великому делу служения и защиты своей родины, а гибнут на территории Украины и потом хоронятся без почестей, как самые последние слои общества. А они понимали, что они стреляли в украинских братьев? Ну, конечно же. Понимали, да? Дело в том, что происходили определенные этапы ротирования этого российского контингента. Вначале там было больше славян, которые быстро понимали, что происходит, и отказывались выполнять приказы. Тех немедленно... Там очень четко работают офицеры ФСБ. Не дай боже, у кого-то появится телефон, какое-то инакомыслие, сразу в котомку и, как, уволокли там проводить воспитательную работу. На последнем, скажем так, этапе, касательно моего подразделения, когда мы выходили из окружения, из десяти военнослужащих, десантников, я имею в виду, практически восемь или девять человек, это представители Калмыкии и прочие мурты дальних регионов России, которые близко не понимают вообще, что происходит. Они там вырвались из той Сибири, первый раз увидели Украину или вообще даже не понимают, где они находятся. То есть он хвастался тем, что он выпустил пять магазинов патронов по автобусу, в котором ехали мои военнослужащие. И вот мои ребята говорят, вот было ранение, а так бы, говорит, вцепился в зубы, говорит, а так перевязали, говорит, всего и лежу. Причем нормальные офицеры давали возможность моему доктору, полковнику Стеблюку, собрать раненых, оказали медицинскую помощь. То есть там есть чувство гордости офицерской, они не добивали раненых, в отличие от тех ДНРовских мразей, которые ездили на БРДМах и добивали тех военнослужащих, которые лежали на поле и просили о помощи. То есть было такое, вот по окончании боя, прорыва, многие были ранены и просили там о помощи. Они подъезжали, расстреливали в упор и ехали дальше. То есть им пощады не будет. Закончится эта война завтра или послезавтра, они найдут свое место. Главное, чтобы они под амнистию не подпали тогда. Эти не попадут. Под амнистию попадут те, кто содействовал, помогал где-то идеологически. Они много зашорены именно вот этим российским мышлением. Но те, кто брал в руки оружие, уничтожал города, людей, им пощады не будет. Это пусть никто неправильно не трактует.